Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим недельную главу Хукат изучать и еще раз попробуем убедиться, что Тора это вообще нетленная мудрость на все времена. И это имеет непосредственное отношение к нашей недельной главе. Написано, что о красной корове, корову, которую сжигали, очищали человека, она непостижима была даже для самых-самых великих пророков и мудрецов Израиля. Тора пишет, это закон Торы, хотя правильно было бы написать это закон о корове, почему Торы. И вот в главе Хуката рассказываются какие основополагающие события. Смена поколений. Это она с вами, это глава, она с вами. Глава, когда уходит Маше, уходит Аварон, уходит Мирьям, уходит поколение пустыни, которое видело Бога, которому не надо было что-то рассказывать, есть Бог, нет Бога. Вот он был перед ними. И поэтому появилось новое поколение. Маше хочет им дать дорогу самое главное наставление, которое поможет им выжить в поколениях. То есть он говорит, что вот закон Торы. Что такое закон? Закон его смысл не всегда все понимают. Ему надо логические объяснения искать. У тебя есть по этому закону другое мнение, это просто твое мнение, закон это не меняет. И вот это вот происходит с заповедями, которые нам даны. Вот это главная основа исполнения заповедей. И не потому, что мы промыслили и поняли, да, вот это правильно. Нет объяснения. И пример, вот эта красная корова. Потому что главный девиз вот исполнения всего достаточно объяснений. Раньше, когда люди были, там, вот эти поколения 40 лет, немножко другой подход был. Они от Маше все это получали, им более понятно было. Но поколение уходит и говорят, вот закон Торы. Вы должны выполнять законы Торы, потому что так хочет Всевышний, а не по какой-то другой причине. Может сложиться ситуация в вашей жизни, потом в истории мы видели, как и сколько раз это складывалось, когда уже кажется не нужно, логической причины нет выполнять заповеди. Когда кажется это ушло, там, когда там внучка Хафисхайма говорит, дедушка, посмотри, вы же самолеты летают, а вы еще там заповеди. И здравый смысл говорит, да, наверное, она права написана, что все это не так, потому что, потому что победит всегда. И в этом есть что-то вот личное такое, знаете. Когда у родителей спрашивают, почему ты любишь ребенка, и если ты начинаешь объяснять, ну, потому что там у него ухо красивое, или там симпатичное, или что, ты снижаешь, ты идешь против правды, во-первых, потому что, как бы, истинной причины такой вот для любви родительской нет. Это вложено внутрь, да. И родительская любовь не имеет мотива и причины, она выше смысла и понимания. И потому что, вот, потому что здесь подходит, без всякой причины. Более того, даже смысла нет там снижать этот уровень связи для того, чтобы объяснять что-то. То же самое можно сказать и в связи человека с Богом. Истинная причина там исполнения заповедей, в том, что так хочет Бог написано. Это проявление еще и глубинной связи человека с Богом. А начинает давать объяснение, почему мы выполняем заповедь, и мы немножко нарушаем эту связь. Наши личные отношения между ними. Помните, какой в чем был выигрыш? Сначала евреи сказали, что так-то выполним, а потом поймем. То есть, понимать можно, но после этого ты уже начинаешь выполнять, а не просто так. Более того, смотрите, начинаю опираться на мудрецов, потому что мне не поверили бы. Рабе Аль-Азар Балазария сказал, человеку не следует говорить, я не имею никакого желания есть свинину. А надо сказать, что может быть я желаю очень этого, но что я могу сделать, если Отец Небесный мне это запретил. Понимаете? То есть, суть в том, что нельзя и все, без всякой причины. Вот я в прошлой жизни всегда рассказываю, я больше всего на свете любил раков. Ничего нет на свете вкуснее раков. Ну, дальше что? Естественно, я их не ем. Но, но, у меня есть дополнительный мотив ждать Машеева. Когда придет Машеев, всех пойдут его встречать, я пойду кушать раков, потому что я честно выполнил свою часть задачи. Я не кушал до этого. Вот моя шутка. Поэтому, половина шутки. Поэтому, надо понять одно. Главная причина того, что мы должны выполнять то, что написано в Великой книге под названием Тора, это потому, что Бог лучше знает, что для нас нужно. Дети не всегда понимают, почему родители говорят им, что надо делать так или не так. Ну, в общем, это почти всегда на пользу. А с Богом всегда на пользу. А если там видим, что что-то задерживается от Машеева до выполнения наших каких-то желаний, или нашей мечты, что уже Машеев пришел, или еще что-нибудь, надо понять, как сказал Любавический Рэбе. Даже у Бога на сотворение мира ушло какое-то время. Подождем немножко, и вот-вот он уже придет. Браха ваш, плоха, всего самого лучшего. Браха ваш, плоха, всего самого лучшего.